здравствуйте подписчики моего канала давно не выходил с большими роликами ну сейчас я вот уже давно имел такой план записать ролик о своих фонариках но я хотел сделать именно ролик о налобных фонариках которые я имею то есть это не реклама каких-либо фонарей это просто то что я покупал себе и хоть ну как и обычные мои ролики без каких-либо без каких-либо намеков или какой-то скрытой рекламы просто я люблю фонарики как я думаю многие мужчины которые вот посещают этот мой канал ножи фонарики там радио да кому что интересно а может быть все вместе я просто решил рассказать почему я купил тот или иной фонарик при том что я чтобы вот так вот выбирал и целенаправленно покупал какой-то фонарик под определенные цели вот чтобы именно вот он мне очень прям так запал в душу такого мне не было меня больше бы интересовал всегда фактор ну не фактор какой как бы вид фонарика который мне нужен и качество хотя я абсолютно не брезгую и дешевыми фонариками как бы свет он и есть свет конечно иногда есть более приятный менее приятный ну я сейчас буду рассказывать что я имею вот самых маленьких быстро которые быстро пройдем и понятно некоторых фонариках я остановлюсь на тех которые подороже и расскажу свое мнение о них ну чтобы просто далеко не заходить я имею вот такой вот фонарик брелкового типа да вот он получается фирма gp но здесь вот батарейки эти таблетки светит он ну это такой на ключник где-то что подсветить но я ним практически не пользуюсь не будем на нем останавливаться это сейчас я вам покажу эти брелковые фонарики то из из-за элементов питания вот этих таблеток которые конечно же не удобны их не купишь во всех в каждом магазине я ним особо и не пользуюсь так купил это его на барахолке такой же вот это же gg фирма gp вот есть такой же чуть побольше но плюс его в другом что у него один элемент питания и 3а то есть мини пальчики ну то есть это тоже хорошо я особо ним не пользуюсь также как и вот из это из без фирмы уже с фокусом из магазина лидл кто за кто живет европе тот знает здесь уже кнопка здесь уже есть широкий луч и узкий луч кстати я сильно не буду показывать свет кому какого заинтересует тут может просто зайти на общем смотреть сам в общем такой фонарик вот смотрите да с этим с зумом вот это вот фонарик уже идет более дорогой вот это вот фирма избеем как вы видите здесь по моему до 2 или 32 не будем раскручивать здесь 22 элемента питания формата 3а избеем у которых кстати не очень удобны хотя если есть аккумулятор потому что они быстро садятся но если есть аккумуляторы этого формата но это фонарик из дорогих так как фирма считается дорогая относительно других китайцев но почему я его купил я сейчас покажу как он работает здесь вот включаешь он светит 3 у него 3 выключаешь включаешь слабый сильнее и еще сильнее слабый сильный и средний в общем усетит он достаточно мощно ну я не мне пользуюсь особо я его купил в комплекте с несколько фонарей там было у меня куплено закрывался магазин какой-то фонариковый и они грубо говоря все были за пол цены я но если там берешь на определенную сумму я себе купил тогда же в то же время вот такой вот мощный фонарь фирмы clarus вот у него у него элементы питания уже 18 18 652 ну о нем тоже долго я рассказывать не буду у него кто кому интересно эта модель clarus rs 30 о нем хорошо рассказал metatron такой есть канал айм metatron вот у него я увидел тоже этот фонарик потом уже когда купил у него здесь какие-то premium xxm l2 лобка какие-то хорошие светодиоды по сейчас быстро включу он достаточно мощно светит достаточно такой мощный этот как там он меняется вот я не мы даже если честно забываю уже как в общем что то он у меня я уже забыл как нему как 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 ним пользоваться но в общем не буду я на нем сильно останавливаться я не как я все всеми фонариками такого фактора ручного и они почти пользуюсь потому что я в основном пользуюсь фонариками налобными у него два элемента питания здесь там не стробоскоп в общем 2000 элемент помыли 1200 нам есть ну moonlight да ну в общем он там очень какое-то огромное количество часов светит на минимальном режиме ну он очень увесистый тяжелый я не знаю я его просто купил в комплекте там около пяти фонарей вот он был фирма хорошая вот я его решил взять но я ним практически не пользуюсь потому что он очень тяжелый с ним не хожу по улице это так вот для дома или там если посвятить на улицу этот они кстати вот были вот куплены до вместе этот избим и этот clarus ну это что говоря о фирменных фонарях давайте еще вам покажу несколько маленьких фонарей перед тем как перейдем к налобникам вот мне этот фонарик достаточно так пришелся по душе это фирма next torch юл 360 тоже я его увидел у метатрона у него еще с ним шла в комплекте такая резинка которую можно например на дерево на дерево там цеплять обматывать и вот здесь у него магнит вот его можно цеплять и вот так вот двигать этот него всего лишь два вида два вида света то есть включается он так раз это наверно мощный свет 70 люмен то есть знаете как кемпинговый свет получается такой и если выключающий включаешь вот он меньше ну вот вот меньше это там 10 люмен и что-то такое я не помню ну в общем там знаете чтобы не сидеть в полной темноте его достаточно надолго хватает от одной батарейки но вот и что чем он не нравится что батарейка одна один элемент питания вот и при как бы отсутствие света который сейчас происходит в украине да и в будущем во всем мире эти негодяи будут делать все чтобы чтобы людей ввести в такое положение при котором они взводят чтобы попросить сменить в правительство своего поставить в общем рекомендую этот фонарик он такой хоть и маленький да небольшой небольшой формат у него но он такой увесистый это это раз во вторых мне кажется что он надежный вот это вот пластик такой белый пластик и хороший свет такой где-то с ним можно и на улице ходить в принципе прицепить себя его где-то до воротника он будет освещать вполне себе перед собой свет ну дорогу если нужно то есть чтобы в полной темноте не ходить ну либо же дома даже при большому при таком вот свете даже читать можно нормально в общем неплохой фонарик я вот его рекомендую даже если так сказать кстати вот перед тем как записать ролик я хотел еще у меня еще есть пару фонарей таких тоже неплохих для пауэрбанков я кстати подвиги то я засунул я их не нашел поэтому вот power bank power банки я откладываю в сторону потому что те фонарики были не наден вот еще мне есть такой фонарик тоже фирмен не тоже нужен переходим тут уже мне больше пошли фирмы моя любимая фирма night night core которая у нас из элитных фонариков так сказать одна более-менее распространена у нас на постсоветском пространстве хорошо представлены представительства это фонарик тоже такой как бы полу маячок он вот присоединяющего к элементу 188 18650 вот здесь есть фонарь свет его можно вот сенсорным таким менять ну вот он тоже у нее три вида он светит в принципе где-то похоже на вот этот вот по мощности немножко слабее конечно ну чтобы в темноте не сидеть вот его где-то можно подвесить вот так вот он легкий совершенно и светить ним да ну еще чем плюс это если нужен например здесь есть вот такой вот зарядное в нем usb вход для mini usb можно заряжать телефон использовать этот 8650 как как powerbank здесь вот он переходит тоже как бы usb это то есть можно его вот это usb вставлять и уже заряжать и саму эту батарейку то есть такой в две стороны он как-то работает какой-то умный у него есть управление ну он мне кажется каким-то уж очень неудобным я не знаю вряд ли может и пригодится но я вряд ли не буду пользоваться и также мне вот это не очень нравится вот здесь вот и не за мне кажется она не очень будет долговечна когда-то она может переломиться и все перестанет работать потому что ну такая не очень система здесь хорошая в общем это nightcore nightcore а название его если честно и за был запамятного в общем можете на официальном сайте посмотреть есть такой долларов 20 стоит у такая вещь сейчас я вот пару слов скажу о фонарике которыми я хвастался который меня радовал наключник со встроенной батареей это nightcore тени я так понимаю тени первой первого выпуска он был куплен достаточно дорого да он стоил около 50 долларов там с доставкой у него там были свои и в общем этот в нем встроенная батарея светил этот маленький фонарик вообще ну на turbo режиме очень люто и то есть люди не могли как все всем хвастался и они люди не могли поверить что вообще такой малыш вообще он элементарно очень маленький как половину коробка спичек где-то да то есть все он может так мощно лупить если нужно ну понятно что я ним пользовался но мне не нравилось управление вот это кнопочная вообще мне у nightcore управления не очень нравится поэтому вот этот вот тени еще с ним произошла такая казея один раз я пришел с работы как обычно положил ключи заряжается от юсб положил ключи я смотрю он горит но думаю что это глухари включился что ли хотя здесь есть блокировка конечно но я прихожу пытаюсь его выключить он не выключается и он горит кстати на мощном режиме как бы на мощном этом я его беру в а он горячий я его выключать выключать он не выключается ну что делать я уже не помню что я сделал где-то я его засунул чтобы он не взорвался не дай бог потом он выключился все таки я его разобрал у него потекла батарея в общем потекла батарея залила плату ну там в общем замыкание произошло и умер этот достаточно дорогой фонарик который у меня и года не прослужил поможет где-то около года я ним в принципе пользовался достаточно часто так как он на ключах я хожу туда-сюда там живые тут где зимой света практически нет темнеет очень рано три часа уже темно светает бывает в 9 если пасмурно ну то есть он мне пригождался очень очень часто хороший фонарик но умер умер неожиданно и обидно при том что он достаточно дорогой ну все переходим теперь к к нашим налобничком от самого давайте дешевого и и нелюбимого к самым моим любимым кстати один из фонарей я и отдал сыну хотел его тоже показать но вот как сейчас его не оказалось рядом ну начнем с этого простого вот это вот gp это недорогой фонарик но почему я именно имею несколько налобников из минусов минусов это вот у него я не люблю налобники с острой точкой он конечно под ноги с ним светит у него всего лишь три режима он очень простой и элементы питания у него распространенная для налобников недорогих это три батарейки 3 а из минусов вот это очень . очень ну лучше него такой очень точечный мне это не нравится но светит он достаточно далеко из минусов светит он недолго то есть достаточно прожорлив я не знаю даже почему светодиод все таки достаточно прожорлив но эти элементы питания 3 они тоже но как бы не являются такими долговеть долга ну нет немало у них миллиампер да вот обычно и вот бывают такие даже моменты что не масса я ставлю новые батарейки он в машине часто лежал он лежит там лежит какие-то пару месяцев я его бывают включаю там на 5-10 минут выключаю а потом когда он там нужен я его включаю а он раз 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 и практически садится то есть я ним практически бывает если он лежит по несколько месяцев и с новыми батарейками они как-то в нем умирают и когда в определенный момент когда он нужен он был быстро садится в общем это такой 10 долларов и джипи я думаю если бы это было было не фирма ну кстати тут резина это у него по качеству он неплохой по качеству корпуса и резинка ну в общем он нормальный фонарик визуально и этот ну в общем ну не не мой любимый это так только случайно ну так как я хочу иметь фонарики с с каждым элементом питания чтобы был свет на всякий случай чтобы сами понимаете есть такой следующий фонарик вот этот night core я его купил в комплекте когда закрывающийся в магазина с вот этим вот clarus из и поэтому он он тоже стоил порядка 50 долларов 40 долларов но этот night core он уже конечно по серьезнее чем вот этот джипи налобник у него есть красный свет есть соус да там вот кстати красный свет у него довольно достаточно мощный то есть прям аж слепит возможно еще ну так как здесь два красных красных светодиода то ну он даже очень хорошо можно им пользоваться долгом каким светом потом ну у него и почему мне не нравится опять же это опять же у него очень дальний дальнобойный но очень мощный сердечник этот луч и очень маленький я не люблю такого такие такого рода свет как уже было выше сказано ну и еще из минусов это my core сейчас я вам скажу кстати его название его всегда забываю по моему это hr 20 что на нем не написано ну что-то на нем не написано в общем он кстати из да из 100 из старого из старого модельного ряда night core потому что он еще во-первых а тяжелый элементы питания в нем почему я его все таки решил взять это 2а 2а батарейки это достаточно самая распространенная да поэтому его и решил взять чтобы он был то есть светит он тоже по среднему то есть не я бы не сказал что он очень долго долго светит на этих батарейках там какие поставишь но сети светит далеко и надежно в общем ну ходить с ним я бы не стал в прогулке потому что опять же говорю вес 2 2 батарейки он такой увесистый и не очень мне нравится все таки тройная вот это вот этот ремень тройной поэтому я его просто как бы для того чтобы был как так сказать когда когда ничего не нет то то есть я его я его могу вводить надеть на голову из последних моих вот приобретений это уже было целенаправленно я это выбирал это уже новый модельный ряд night core и я почему-то решил переходить на фонарики с встроенными батареями встроенные батареи это не то чтобы будущее но но просто удобно так сказать удобно и уже в отличие тех фонариков у которых детектор показывает там миганиями там три мигания полная батарейка 2 мигания вы поняли да там меньше и одно мигание уже там подходит концу этого там уже фонари уже есть нормальный элемент нормальный уже индикатор батареи говорят он светит очень долго встроенная батарея тут достаточно мощная написано там 2000 миллиампер здесь уже 33 сета диода здесь вот этот вот маленький он как бы для чтения или ходить по дому совершенно с широкий свет без точки я буквально сейчас ходил вот выключал свет ходил по дому даже с вот этим вот дополнительным светодиодом в чем его плюс можно спокойно читать он не слепит не засвечивает читать книгу то есть у него есть такой режим как слабый свет даже с этим что можно читать с ним можно в принципе при отсутствии электричества очень долго что-то не нам ну вплоть до двух недель ходить на на одном заряде батареи вот если нет свет ну и чуть помощнее даже и когда чуть помощнее можно принципе делать домашние домашние дела там готовить или что-то ремонтировать даже на дополнительном элементе светодиоде также здесь центральный светодиод ну он более-менее широкий в сравнении с вот этими вот старыми над коррами но все равно он более-менее точечный бьет метров на 100 на максимальном уровне ну и здесь также красный свет состав и все такое в общем nightcore nu33 в принципе пока это мой моя последняя покупка у крайняя и я пока не можем уже пользовался неоднократно сейчас зима темно уже не пользовался хороший не тяжелый хотя может показаться что он даже больше чем этот в какой-то степени но все-таки в общем фоналик пока с элементом питания встроенным пока мой фаворит заряжается он уже тут сказано было от юсби от юсби в общем все порт си нужен не менее юсби от оси в общем это моя крайняя покупка ну но из самых дорогих вот у меня фонарик кстати фаворит тоже был долгое время с бим h10 его сейчас на на не купишь эта модель устарелая уже но из плюсов у него светодиод очень мягкий и мощный тоже у него 1200 люмен на максимальном этом и и свет у него очень какой-то приятный но чем уникальный этот этот фонарик вот такого фактора которая всегда себе хотел иметь выбирал между nightcore там и другими но вот он мне попался тоже там за пол цены его цена новая около 100 до 100 евро наверно стоил где-то ну я его купил за пол цены больше таких фонариков как вот этот вы не найдете потому что в отличие от остальных ну возможно только бубу более новых моделей именно этой фирмы такое же есть и не уверен отличие от остальных у него свет регулируется таким мягким механическим воздействием на именно на вот эту вот шляпку то есть это не это не кнопочное управление это из кнопочного только turbo режим и мощным нажатием и слабым нажатием включать и выключать а регулировка идет от именно ты не прогадаешь вот то есть как бы добавляешь свет как бы резистором да но он еще так фиксируется мягко фиксируется что не можешь его двинуть и этот ну из минусов он греется вот этот радиатор не успевает выводить и когда он нагревается на самом мощном он сам сбавляет цвет но в принципе я из четырех уровней раз два три четыре я всегда основном пользуюсь первым или вторым не его для дома вполне хватает и ну еще из минусов сюда не подходят даже такие обычные нормальные элементы питания ну они возможно и подходят но я не стал уже морочиться с этим носиком сюда нужны мощные вот с ним шла такая вот батарея на 2500 миллиампер фирма избим до 20 ампер то есть умощненная такая вот на обычно я ставил они либо не включали вообще либо включали сразу тухли и и и с этим с вот этим вот носиком такие батареи не ставятся ну либо нужно что-то мудрить из какие-то магниты но этого не хотел делать и даже пробовать и поэтому мне пришлось купить мощно умощненную еще вот такую батарею фирмы на и night core которая по цене тоже там каких-то бешеных денег стоил но она с ним хорошо работать ну чтобы было у меня взаимозаменяемость потому что с одной вот этой вот батарейкой конечно было хорошо ну когда она садилась в неподходящий момент когда я пользовался ним было неприятно знаете а сейчас получается сейчас я ним стал меньше пользоваться из-за того что у него вот ремешок тройной я же если я сказал что мне больше нравится двойной ремешок вообще там более новый фонарик то есть стало ним пользоваться реже ну все-таки он хорошо что он у меня есть в общем простите если я я давно не занимался видео не делал видео разучился разговаривать если кому-то резал резали уши мой мой разговор прошу прощения не судите строго всех всем мира до свидания